Всем привет на обзоре Жиль Сандер или Жиль Сандер Женя Саня Женя Саня В общем, аромат Сандер По-моему, немецкий он должен быть, да, если я не ошибаюсь Made in Germany Fabrique en France Ну, поправьте меня, если что Что не так, да, 125 млм Бадья достаточно Огромная, большая И мы можем видеть И мы можем видеть, сколько я уже выкачал Достаточно много Приятный цвет, он такой голубоватый Наверное, на белом фоне Таком вот Вот вы его видите Много нехорошестей я вижу Во флаконе В том, что тут задевает Здесь очень остро То есть это прям вот как напильник Как рубанок Рубанок, понимаете Вот это вот все Вот Не очень Небезопасно То есть Условия труда При использовании Очень опасны, хочу сказать Вот В чем самая интересная вещица Данного Сегмента Жиль, зонде, сандер, фурмен Что есть? Фурмун? Вумен, что ли? Простая водичка Интересная водичка Водичка В том плане Что она Ах, она нетривиальна Она напоминает мне Какие-то там Двухтысячные Десятые годы Понимаете? Вот эту вещь Вот Вот в этом плане Мне это очень нравится Это нравится потому, что Это Понятливый парфюм Будет когда-нибудь Тема, конечно, такая Понятливый парфюм Ух, блядь Чуть не упала Не упала, блядь Вот Так, а я по времени Нормально Вроде бы ушло Ушло Да, солнце ушло Все Я вовремя А то, блядь Вот эти софиты Солнечные Блики Прям сильные Что интересно Интересно В том плане Что это Понятливый парфюм И он Понятливый Левен Для всех Диффузорность Шлейфовость Его Достаточно В принципе Первые два часа Ну хорошо Метра два Будешь шлейфить Стойкость его Потом она присаживается Достаточно Будет очень близко Вот уже Четыре часа прошло А вот если не побегаешь Вот такие вот Круги Накручиваешь То ты ничего не получишь Вот Поэтому Потом все это Присаживается близко И это правильно Не нужно Чтобы это Охуярило И орало Как ненормально Поэтому Что дальше Стойкость Ну вот Четыре часа Зимой Вот как бы Да Фу Еще поешь На белье Еще Ну Блядь Такой приятный Шлейф Мне нравится Вот реально Мне нравится Понятливый парфюм Летом Как бы Не особо Он зашел В том плане Что почему-то Я его Ну Может быть Уже Доокислился Может быть Уже Что-то Произошли Какие-то Метаморфозы Но все же Хочу сказать Летом Все-таки Часов шесть Он звучит Не с огромным Шлейфом И правильно Потому что Это Формен Нехуй нам Это Вот Это Вот Это Вот Ну И не Принцесса Диана Которая Выходит Замуж Да С таким Длиннющим Шлейфом Все же Очень Приятный Никого Не Напрягает Что Главное В аромате В аромате Главное Кардамон Кардамон Он Не совсем Как бы И сладенький Он Деревяше Сто Вкусный И приятный При кардамоне Там Не знаю При кардамоне Как при правителе Кардамоне Там Достаточно Бывает Вот Эта Пряность Она Прям Выпирается Здесь Ее нет Не знаю Возможно Из-за Перца Вот Он Нейтральный Какой-то Превращается В древесную Базу И все Но Кардамон Рулит И приятно Рулит Деревяше Рулит На первый Взгляд Конечно Там Свежо Там Есть Какой-то Плющ Что Может Напоминать В первую очередь Гели для душа Все Вот И все Можете Выключать Дальше Или слушать Дальше Может Напоминать Гели для душа Ну Действительно Приятно Это не Какой-то Морской Свежак И Деревяшестая Пряная Фигня Какая-нибудь Это Вот Вот Это Что-то Непонятное Причем Кардамона Здесь Вообще Не слышал Он На коже Хорошо Раскрывает Сдуль Еще Слышно Четыре часа зимой Летом Максимум Шесть Это Там От силы Прям От силы И то Четыре распыления За уши Два сюда Два сюда Лучше всего Он конечно Звучит Когда Терторс Облит Этим Составом Очень странно Такая Вот Так Вот Сделано Это Пиздец Какой-то Хочется Его вдыхать Химозности Нет Химия Да Плоский Да Но Приятный Приятно Плоский Я хочу Сказать Вот Это Деревяш Шестая База С перцем Основывается С перцем И кардамоном Мне она нравится Ну Реально нравится То есть Вот Такой Аромат По первости Конечно Я его когда Затесил Ну да Что-то Такое Средний Сегмент И Стоит Это Копейки По сути В принципе За 125 Вы можете Отдать Там Две Две С Половиной Тысячи Это Очень Даже Приемлемо Вот Это Очень Классно Сделано Колбаска Вот Интересно Его Посыл Не особо Интересно Как это Все Выглядит Да Это Какой-то Титаник Тут И Вот Это Вот Все Вот Вот Так Вот В руке Едва Умещается Вот Вот Прям Прям Таким Ну Для Большой Руки С большими Парсами Да Я его Пробовал Вот Таким Образом Тоже Не особо Удобно И вот Так Что Нравится В этих Распылителях Распылитель Большой И А Ну тут Черный Ты не увидишь Не увидим Мы здесь Эту фигню Обильно Распыляет Обильно Просто Вот Двух И залить Как бы Грудь Ну В принципе Об аромате Все Это Кардамон Это Солирует Кардамон Перец Он Создает Деревяше Не дает Кардамону Это Вылить Это Все Плющ Хуешь Давайте Затестим Сейчас Увидите Фу Блядь В глаз Попал Бывает Такое Знаете Такое Синтетическое Такое Странное Такое Как у Хугобосс Что-то Такое Хугобосс Ну Хугобосс Такое Тертое Тертое А здесь Это Приятное Массмаркетовское Звучание Вот Оно Приятно И я Даже Соглашусь Что это Больше Люкс Чем Массмаркет Потому что Ну Потому что Вот реально Вот какой-то Вот есть Приятный Посыл Я не знаю Чем это Связано Плющ Если брать За зелень Нет Ее тут Такой Нет Я бы сказал Даже И мяты Тут Я такой Не слышу Если она Только мята Припыленная В каком-нибудь Амбаре Лежит Вот где-то Вот в этом Оттенке Она может Звучать Ну это Знаете Только Надумывание Все Вот Надумывание Поэтому Уже Почти 7-8 минут Покупать Ну да Можно Как бы Рекомендую Но Это для тех Да и блин Для пацанятов Вот эти Которые Не Пробиты Еще В этой Нише Начинайте С этого Вот с этого Начинайте Можно 125 Лучше Конечно 75 Лучше Конечно Еще Всего Пробник Опасения Да Большие Будут Многим Мне понравится Потому что Ну как бы Это звучит Как гель Для душа И вот Думайте Об этом Понимаете Тут нет Морского Вот этого Вот этой Морской Фигни Это Я бы назвал Это жаркий день И газировка Вот что-то Не буратино Колокольчик Пусть будет Колокольчик Колокольчик Цвета колокольчика Вот цвета колокольчика Кто-то И слышит Сирень Я Знаете Если так Вот выдумывать Вот Выдрачивать Это все Весь этот аромат То можно Найти И сирень И конфеты Тоже Можно найти Если Блядь Кукуха Уже просто Напросто Начинает Перегреваться Поэтому Сирени Здесь Таковой Таковой Нет Там Есть Сирень В другом У меня ароматик И она слышна Очень хорошо Здесь Если брать Это Напоминание Я не люблю Этими заниматься Но это Напоминает Ясное Голубое небо Легкий Бриз Свежий От поля Где растут Колокольчики Где растет Какая-нибудь Трава Которая Приятно Тебя удивляет Своей свежестью Вот Все Вот Это Ассоциация Вот С таким Прохладное Лето Легкое Прохладное Лето Но С Голубым Небом Яростным Солнцем Безоблачным Вот Это Я не люблю Эту хуйню Создавать Потому что Но почему-то Как бы Аромат Хочет сказать О себе Именно Такое Вот Так Приемлемая Цена Приемлемая Блядь На язык Попала Эта хуйня Вот Приемлемая Ко всему В принципе Добавлять Ничего не надо Почему я Ловлю воздух Потому что Вот эти Молекулы Они еще Остаются В холодном Воздухе Балкона Интересно Сочетаем В холодном Воздухе Балкона Остаются Вот эти Молекулы Они очень Медленно Оседляют И Вы понимаете Что молекулы Это очень Мелкое Существо Вот И Как бы От пола Может еще Идти Ну пол Холодный Кафельный Он Не надоедает Он Не отталкивает Он Химически Правильно Сделан Блять Больше Ничего Не могу Сказать Ну все Берите Хвалите Его И Да будет Вам Да Пребудет С вами Сила Вот Многим Может Не понравится Химозности Нет Здесь Нет Вообще Никакой Химозности А здесь Такой Знаете В прохладе Звучит Лучше Немножечко Вкусность Появляется Не знаю Что там У него В базе Может быть Ваниль У него Кипарис Был Может быть Кипарис А теперь Понятно Почему Горьковатость Присутствует Когда Через пару часов Такая Немножечко Вот Что заметил Много Если наносишь Бывает Немножечко В теплом Помещении Теплом Был Сегодня Поднадоедает А вот На прохладу Блять Ну это Самое Милое Дело Вот Реально Как бы Создан На прохладу Вот Минус 7 У нас Сегодня Как бы Если вы Еще Там Снег Видите Где-то Вот Там Вот Найдете Вот Снег Уже Тает Почти Потому что Снега Почи Нет Тает Потому что Из-за морозов Вымораживается Вот Здесь Все-таки Рекомендую Его на зиму Таскать Ну реально Классная вещь Ну все Я не могу Большое Все До встречи Редактор субтитров